На состоявшейся пресс-конференции губернатор Владимир Сипягин заявил журналистам, что полностью контролирует социально-экономическую ситуацию в регионе. Особо глава региона выделил то, как решается проблема переселения из ветхого и аварийного жилья. По словам Владимира Сипягина, по этим показателям в текущем году область идет на опережение. Очень важно для нас это вопрос переселения из аварийного жилья. Мы тоже тут идем на опережение. И сегодня Владимирская область входит в восьмерку лидеров России по темпам переселения и по итогам реализации этой программы. На будущий год у нас также очень большие планы. Несмотря на то, что финансовые ресурсы, которые были предусмотрены до этого, составляют 389 миллионов рублей, мы в Минстрой подали дополнительную заявку на выделение еще 700 миллионов рублей. То есть в целом на эту программу мы потратим миллиард рублей. А вы сами понимаете, первое – это задача поставлена президентом, второе – это повышение качества жителей, которые живут в непростых условиях в аварийном жилье. Для нас это тоже является приоритетом. Стоит отметить, что в нашем округе общий объем финансирования под программы обеспечения проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за 2019 год составил более 9 миллионов рублей. Результаты реализации достигнуты в полном объеме. Всего силами городской администрации в 2019 году за счет средств фонда содействия реформирования ЖКХ областного и местного бюджетов было расселено 12 жилых помещений общей площадью почти 500 квадратных метров. В них проживало 20 человек. В текущем году эти показатели уже выполнены. До декабря администрация планирует расселить жителей еще трех жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах. В 2020 году число муромцев, получивших новое жилье взамен аварийного, по сравнению с прошлым годом, будет увеличено в полтора раза.